друзья приветствую вас наконец-то мне удалось решить вопрос каналом я его восстановил вечерний обзор давайте рассмотрим что происходит сейчас на рынках и какие движения ожидать сегодня на вечерней сессии куда двинется рубль и ртс доллар евро нефть золото и другие активы так друзья давайте начнем с американского индекса страха и волатильности викс викс у нас зажат в клещах пока ничего страшного не происходит пытался он неоднократно закрепиться выше 25 пока это никакого эффекта не дало и на текущий момент получается мы находимся в консолидации 21 с половиной 2375 пока он здесь находится ничего страшного для рынков не угрожает во всяком случае для американских рынков для американского европейского и так далее так далее индекс доллара но здесь у нас идет все движение в диапазоне 90 с половиной 89 и 2 пытался он сходить на 91 но здесь видите разворотная формация ни к чему это на текущий момент не привело соответственно он ушел под 90 с половиной на текущий момент все это похоже на одну консолидацию такую вот расширенную большую но какой здесь есть нюанс нюанс заключается в том что чем дольше он здесь болтается тем больше вероятность выхода наверх то есть вот на текущий момент вот эта формация которая нарисовалась она указывает на то что скорее всего мы в обозримом будущем месяц-два наверно по рост по евро доллару все-таки не увидим для того чтобы этот сценарий не сработал на укрепление евро мы должны ну хотя бы в течение двух недель пробить вот эту нижнюю границу и двинуться по направлению к 88 88 5 если такого не произойдет то наиболее вероятный сценарий после какой-то еще про торговки в диапазоне 89 с половиной 90 с половиной но 91 немножко расширилась мы пойдем наверх соответственно доллар будет расти против всех ключевых валют и таким образом мы получим мощнейший риск of так переходя дневного к часовому таймфрейму что мы здесь имеем у нас сейчас наиболее вероятно развивается восходящее движение ближайшая цель на сегодня движение в индексе доллара это 90 целых тридцать три сотых вот сюда вот так друзья дали американский индекс это sfd на фьючерс smp дневной таймфрейм здесь у нас идет ну практически безостановочный рост последнее время здесь единственно какой момент сейчас может наступить по факту того что призу президента выбрали американцы даже не выбрали произошла инаугурация так сказать последние отголоски возможных каких-то флуктуаций в сторону трампа они исключены уже и теперь следуя поговорке покупай на ожидании продавай на новости хорошо бы ему ближайшее время куда-то вниз откатиться вот на сегодня скорее всего мы где-то вот в этом диапазоне закроемся 3800 3840 даже наверно ближе к 3830 40 вот сюда вот ну и конечно же основные события и в америке и в российской федерации на финансовых рынках будут развиваться на следующей неделе так друзья далее давайте посмотрим что происходит с нефтью так нефть сегодня всех попугала соответственно снижение нефти это негатив для рубля и на текущий момент что мы видим 54 с половиной сильный уровень не был взят отсюда пошел отбой и сейчас на текущий момент наиболее вероятно что неделя завершится где-то в районе 56 это не произойдет в том случае если сейчас мы получаем коррекционные откаты пробитие 55 15 вот если это величина будет пробита то наиболее вероятно что закрытие пойдет либо на пятьдесят четыре с половиной либо даже ниже вот но я думаю что более вероятно сейчас движение вверх и закрытие 56 может чуть повыше даже 56 и 356 25 так друзья далее золото по золоту очень интересная ситуация на этой неделе было и на текущий момент я думаю мы наверно закроемся где-то в диапазоне 1858 1861 с половиной вот куда-то сюда сейчас будет движение соответственно эта идея не срабатывает если в ближайшее время мы получаем пробой 1847 если таковое произойдет то сразу сформируется движение на 1841 1840 вот сюда в этот диапазон и в этой ситуации наиболее вероятно мы закроемся где-то здесь в этом диапазоне я думаю после вот этого движения все-таки наиболее вероятный сценарий это движение на 1860 сегодня до конца дня так друзья далее доллар евро евро доллар ну смотрите здесь ситуация на текущий момент боковик я думаю мы вот и будем сегодня до конца дня находиться в диапазоне 1 целый 22 1 целый 2160 вот здесь болтаться но в целом по евро у меня не очень положительные ожидания по евро доллару есть определенные сигналы которые указывают на то что дальнейший рост евро доллар ближайшее время может не произойти то есть скорее всего пойдет коррекционный откат почему это будет и в каких случаях реализуется этот сценарий мы с вами чуть попозже обсудим а также какие движения капитала здесь произошли так мы переходя к 15 минутному таймфрейму что здесь хотел сказать сейчас наиболее вероятно будет движение на 1 целый 2155 1 целый 2150 вот сюда вот в этот диапазон и в том случае если возникает пробитие 1 целое 2147 отсюда у нас пойдет движение цель которого будет 1 целый 2120 то есть возможно достаточно сильное движение вниз на ослабление евро вот для этого надо чтобы немножко добили вот этот ключевой уровень вот но такой сценарий не видится сейчас на сегодня маловероятным скорее всего мы вот в этом боковике походим так друзья далее доллар рубль вот у нас сейчас идет попытка закрепа выше 75 если такое происходит то следующая цель движения ближайшее время это 76 здесь с одной стороны сейчас центробанк я думаю будет включаться я вот только не уверен насчет вечерки насколько это активно будет вот ну с другой стороны могут и отпустить рубль и соответственно вполне как бы с учетом ожидания некой дестабилизации на выходных вполне как бы здесь может движение состояться сегодня уже на 76 обращаю внимание сильный уровень 77 35 все на самом деле когда речь идет о движении уже выше 70 71 то на самом деле вот этот ключевой уровень преодоление которого в любую сторону она может вызывать значительное ускорение движения ну я думаю в перспективе уже в относительно ближайшие если нефть не пойдет на 60 и выше мы скорее всего по крайней мере по тестим это значение на следующей неделе вот а дальше посмотрим как будут развиваться события так переходя к тому что у нас ожидается в паре рубль доллар сегодня но смотрите здесь у нас ситуация таким образом построена сейчас достаточно большие объемы проходят и соответственно идет рост доллара против рубля на самом деле там по нефти таких особо негативных движений пока нету то есть понятное дело все это движение это геополитические риски связанные с тем с теми событиями которые предполагаются на эти выходные смотрите вот сейчас ситуация будет я думаю следующим образом развиваться вот есть здесь уровень который семьдесят пять и три вот этот уровень либо мы от него сейчас отразимся и после этого возникнет реверсивное движение назад с целью 74 75 вот сюда вот либо если этот уровень будет пробит то мы сегодня вполне вероятно хотя бы кольнем 75 976 вот сюда вот в этот диапазон вот здесь ситуация она достаточно напряженная потому что с одной стороны грядут выходные которые будут очень активны с другой стороны ну как бы центробанку наверное не с руки в такой ситуации показывает что ситуация начинает коллапсировать так давайте к часовику перейдем на смотрите вот сейчас 75 15 сейчас 1851 срочный рынок остановился на спуте торговли продолжается соответственно вот от текущего значения либо от 75 и 3 произойдет здесь я думаю это наиболее вероятное отражение и дальше движение будет скорее всего в диапазоне 74 75 75 25 вот где-то вот здесь вот может пойти выше доллар может для этого нужно пробитие на объеме 75 и 3 если такое произойдет то весьма вероятно будет либо шпилька на 76 либо полномерное движение на 76 но давайте подойдем к этой ситуации с другой стороны вот со вчерашнего дня уже рост 73 85 до 75 15 это достаточно большая величина она измеряется полтора по он даже больше процента вот соответственно такое движение в национальной валюте доллару это не очень хорошо это пугающе и поломки вещей вот здесь где-то сейчас должны произойти интервенции то есть да может быть пробита 75 и 3 пойдет выше но я думаю все таки высока вероятность того что здесь остановит и где-то здесь его запрут вот а в том случае если нефть сейчас сходит на 56 плюсом то мы даже можем вполне увидеть откат пробой 74 и 7 и движение цель которого будет 74 45 74 4 вот сюда вот к этому значению так друзья давайте на минуточку отвлечемся это недельный график rgb и российского госдолга индекс но сами видите какая здесь картина пробит вот этот ключевой уровень который 152 35 36 ну и соответственно здесь у нас уже вот сейчас либо будет остановка в районе 150 150 и 4 в этом диапазоне либо если здесь остановки не будет нас ждет увлекательное падение на 145 и такое падение но может поколебать курс национальной валюты так переходя на дневной таймфрейм но здесь в общем то идет ответственное падение и на текущий момент нет никаких надежд на то что эта ситуация изменится и соответственно мы увидим интерес к российскому госдолгу и соответственно эта поддержка для рубля но я ранее обращал ваше внимание что вот это некий рубикон вот этот уровень который 152 и 4 соответственно его устойчивое пробитие если не вы не выходит отсюда вот это движение назад она придет тому что индекс начнет падать соответственно падение индекса rgbi это дополнительное воздействие негативное на рубль так друзья далее давайте индекс ртс посмотрим соответственно индекс ртс это весь наш фондовый рынок с учетом курса рубль-доллар ну и это движение во фьючерсе на индекс ртс нам только есть определенная разница как правило фьючерс стоит дороже индекса и при этом чем ближе экспирации тем сокращается разница между фьючерсом и индексом ну эти закономерности они не все время железно соблюдаются но они наиболее вероятно именно в таком ключе происходит так это дневной таймфрейм у нас есть сильная поддержка которой 1400 вот если она сегодня будет пробита если вот это падение не остановится то нас ждет дальнейший негатив и следующая остановка здесь уже вполне может быть в районе 1360 так ну вот часовой таймфрейм он не такой пессимистичный по нему у нас здесь произошел разворот отбой и поэтому если дальнейшее движение вниз не пойдет и не будет пробить и 1408 то в этой ситуации вот это все дело она заморозится и отсюда наиболее вероятно мы в понедельник или во вторник можем получить коррекционный отскок цель этого отскока движения на 1466 вот сюда вот к этому значению посмотрите сейчас очень непростые выходные предстоят они могут точнее уже пошла индукции геополитических рисков из-за того что происходит вот но здесь я вот как считаю я думаю что конечно лучше в валюте но без плечей переносить потому что на открытии могут быть в понедельник очень существенные движения как на ослабление рубля так и на укрепление потому что реакция на у те события которые на выходные будут политические она пока не до конца ясна и поэтому если говорить о хеджирование рисков ухода от рублевых активов валюту я думаю это наиболее правильный путь но брать плечи с моей точки зрения достаточно рискованно вот просто потому что достаточно рискованно брать плечи переносить их через праздники и выходные да есть достаточно существенная вероятность которая заключается в том что ну действительно будут какие-то события которые приведут к негативным последствиям для российского фондового рынка санкции которые инициируют но здесь надо понимать что тренд на развитие санкции он уже идет это раз определенные шаги уже сделаны но и также надо помнить что на следующей неделе предстоят крупные налоговые платежи которые осуществляются в рублях все друзья спасибо за внимание